У нас на этой неделе стартует первая сессия, образовательная сессия для IT-проектов. Здесь сегодня присутствуют ребята, очно, в Вологде работают около 40 человек, дистанционно, из Череповца подключены тоже примерно такое количество человек. Это школьники, это студенты учреждений среднего профессионального образования. Это те люди, которые могут придумать новые проекты в IT-сфере, те люди, которые, возможно, станут молодежными предпринимателями. И это те люди, которые пойдут в IT-сферу нашей Вологодской области. Молодые люди могли по желанию сюда прийти, но понятно, что здесь находятся те люди, которые знают, понимают, что такое программирование, что такое IT-сфера и хотели бы в этой сфере работать. Свою задачу как преподавателя я вижу в том, чтобы научить ребят думать комплексно о проектах, которые они делают. То есть понимать, что есть идея, конечно, она важна, безусловно, идея, которую вы хотите реализовать в качестве проекта. Но кроме этого, есть еще достаточно большое количество составляющих бизнес-проекта. Это и модель монетизации, это и кто ваши пользователи, каким каналом вы до них достучитесь. И все это в совокупности позволяет вам представить, по крайней мере, на картинке разложить вашу бизнес-модель в теории. А потом уже, когда ребята, если они захотят реализовать этот проект, выйдут в поля, их задача будет привести в соответствие реальность и картинку. Ну, либо картинку и реальность. В зависимости от того, что это, по сути, постоянный эксперимент. То есть те проекты, которые мы рассматриваем, это не сложившиеся бизнес-модели, когда мы говорим, что вот тут надо купить и вот тут надо продать. Мы говорим немножко о другом, о том, что еще не существует на рынке. И вот эти вещи, их нельзя сразу сделать правильно. Обычно делается предположение, что оно будет вот так, потом оно идет и проверяется на практике, потом вносятся изменения. Но каждый раз у вас, говорит, должна быть картинка с учетом текущих изменений, как складывается ваша бизнес-модель. Вот этому мы учим здесь ребят.